Приветствую, друзья! Мне задали опять же тот же самый вопрос. Ну, правда, другие люди задали, наверное, потому что мы же многократно говорили об этом. Как сделать так, чтобы, попадая в стресс, мы могли сразу вспомнить, что эту энергию напряжения можно перенаправить, как в Айкидо, на решение ранее нерешаемых вопросов. Например, дорисовать картину или сделать изобретение. Ну, любой вопрос, который раньше вы пытались решить, пытались решить, а у вас не получалось. Как, например, вспомнить фамилию, пытаетесь, пытаетесь, не можете, и после трёх-четырёх попыток потом перестали об этом думать, и она всплыла. Так вот, мы и раньше говорили об этом, и на бесплатных ликбезах, и на вебинарах, и в книгах написано. Вот эта формула. Чем больше стресса, тем больше сил. Теперь ещё раз повторю алгоритм. Для того, чтобы, когда у вас будет точка напряжения, когда вы не можете и не знаете, что делать, надо заранее произвести это мероприятие. Надо заранее провести эту антистрессовую подготовку. На такие случаи в жизни. Как это делается? Внимание! Значит, надо подобрать себе заранее какое-то действие, синхронное с текущим состоянием, чтобы оно было резонансно вашему текущему напряжению. Этим самым снять напряжение, выйти из шторма, если вы в таком сильном стрессе, на ноль. А если вы исходно были и так в нормальном состоянии, ещё глубже погрузиться в нулевое состояние, и в этой глубокой нирване, то есть в состоянии мозгового санатория, то есть в состоянии глубинной безмятежности, ну, в состоянии, где нет страхов, комплексов, шаблонов мышления, в этом нуле на его фоне помечтать о том, что в будущем, если когда-либо вы столкнётесь со стрессом, что вы мгновенно вспомните ранее нерешаемые вопросы, над которыми вы старательно думали, но решить не могли. Вот я, например, картину дописать хочу, а у меня не получалось, и настроения не было, или красок не хватало, или мало ли чего. Или ещё пытался рассказ сделать, да, или мне надо что-то подготовить, а у меня не получалось, всё из рук валилось, потому что была висящая проблема, потому что мне было не до этого. Вот я должен заранее загадать себе несколько задач ранее нерешаемых и в этом нулевом состоянии помечтать, что как только я столкнусь со стрессом, где бы это ни было, в каких бы это обстоятельствах ни приключилось, я сразу вспомню вот эти намеченные задачи, эти цели. И вот, когда у меня наступит стресс, я сразу вспомню эти задачи, и эта энергия, как в айкидо, пойдёт на их решение, то есть потом, через некоторое время, может быть, через полчаса или час, мне захочется дорисовать картину, и я найду краски, как это сделать, или мне захочется дописать рассказ, который я себе намечал. получится, потому что включатся подсознательные ресурсы на исполнение этой намеченной мотивации. А как заякорить, чтобы это было крепче, надёжнее и гарантированнее? Процедурно. В этой антистрессовой подготовке во время этого предварительного мероприятия с намечаемыми задачами во время цели стрессового состояния. Вы ещё можете добавить туда микромероприятия для якоря. Кодировка такая. Например, разминание ушей. Например, разминание пальчиков, всех десяти пальчиков, узелки на память. Это переключатели-доминанты. Они помогают вам выйти из состояния зависания в стрессе. И таким образом, когда вы попадаете в стресс, вы просто берёте, вот так делаете, вот так делаете, обжимаете пальцы, тем самым помогаете вспомнить, что вы наметили. И именно как в алькидо, туда энергия напряжения перенаправится. Теперь я думаю, понятно. И формула такая. Запомните, во время самокодировки якоряне на случай стресса чем больше стресса, тем больше сил. Вот так. Итак, друзья, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok